Проекты Guitar Hero и Rock Band сделали жанр музыкальных игр невероятно популярным. Создать собственную уникальную рок-группу, участвовать в различных рок-мероприятиях, но главное — сыграть и спеть мировые рок-хиты с помощью игрушечной гитары, ударной установки или микрофона. Вот что предлагают музыкальные игры. Геймплей уникален, геймеры в восторге, издатели считают прибыль от продаж. Все довольны. Все, кроме владельцев, прав на использованные в играх треки. В частности, звукозаписывающая и издательская группа компании Warner Music Group очень недовольна количеством денег, которые она получает от издателей за использование лицензионных треков в музыкальных играх. Глава Warner Music Group Эдгар Бронфман в августе прошлого года резюмировал позицию подконтрольных ему компаний в интервью одному американскому изданию так «Я бы назвал платежи, которые мы получаем за использование наших песен в играх, откровенно ничтожными. И если ситуация не переменится, Warner Music не будет больше лицензировать песни для подобных игр». Похоже, это обещание уже выполняется. В 2009 году новая часть Rock Band не выйдет, а вместо нее выйдет похожий проект, посвященный группе The Beatles, авторские права на песни которой принадлежат независимой компании Apple Corps. Кроме того, в официально анонсированной недавней игре Rock Band Unplugged для PSP, так же, как и в других играх серии, можно будет сыграть песни знаменитых коллективов. Но ни один из них не сотрудничает с Warner Music Group. Между тем, музыкальное отделение Warner прокровительствует огромному количеству популярных рок-музыкантов. И в будущем это недопонимание между звукозаписывающими и игровыми лейблами может сильно затормозить как развитие музыкальных игр, так и коммерческое продвижение самого музыкального контента. КОНЕЦ